если помните у нас есть самый дешевый бмв в россии мы купили его за 30 тысяч рублей и из того момента без конца вкладываем в него деньги а он становится все хуже и хуже в общем после всех этих страданий мы решили эту тачку уничтожить чтобы она больше не мучилась и сегодня мы в настоящем магазине конфет можно выбрать любую вот такую вот штуку чтобы она это с ней сделала и у нее есть повреждение от пуль дверь заживала туда намертво мы когда-нибудь давили машину своей жизни я только взрывал ну чё поехали выберем ребят то есть она не может даже доехать до места где и утилизировать нужно давай но пацаны даже не могу опознать чуть за машины были смотри по двигателю это можно сделать поперечный сейчас макаров подходит четырехцилиндровый карбюраторный наш родной восьмерочный движочек здесь причем смотри по ней проехал танк но колесо штамповочка оригинальная осталось просто но практически не тронутый молоточком подстучать и на это уже можно продавать от 200-300 рубликов где вообще я знаю людей которые бы ее целиком подстучали на данный момент у меня задача сделать самую красивую десятку естественно будет купе я уделю много внимания завершающим этапом именно они делают машину красивой короче пацаны здесь кое-что вот из того что здесь было уже с другими машинами причем их не только давили но и взрывали подождите а вот эти два авто они для чего здесь стоят да я боюсь что с той же целью думаешь они готовы тоже придать земле их офигеть вот такое местечко ребят мы подготовили пойдемте выберем машину которая раздавит нашу грызли потому что у нас есть выбор это офигенно первый претендент давай люк рассказывай btr 80 весит чуть больше десяти тонн так что не знаю сможет ли он как-то взгромоздится на нашу малышку или нет известная тем что возила как бы мотопехоту должна возить но никто внутри нее есть любил потому что она очень тонкая она у нее нет противоминной защиты очень слабая броня вот так что в общем пробивает все чем я ничего хорошего про эту машину не читал если честно на самом деле за чего удивительно как бы в россии очень много оказывается столкновение с бтрами реально то есть я не думал об этом да нет просто на ю тубе вы найдете просто кучу видео это происходит постоянно я думаю из-за плохого обзора но и самоуверенности всех остальных кто едет вокруг происходит постоянно с ними аварии какие-то конечно не в пользу машин которые с ним сталкиваются она участвовала в чеченской компании по моему черкесскому мвд она принадлежала и у нее есть повреждение от пуль где-то здесь вот смотри на визорах да ну точность невероятная я не вижу никакого никакой кучности вокруг вижу только два попадания здесь как так-то офигеть знаешь почему это могло быть вот отсюда именно стреляли именно отсюда вел боец огонь и поэтому соответственно подавить его пытались ну как-то плюс у нее был видимо взрыв сзади или что-то здесь переваривали вот эту часть машины она что-то не происходило к ну чё подойдет она для наших целей не знаю меня смущает что она колесная и слишком мало весит короче вот это вот брдм рядом стоит она стоит говорят полтора миллиона где-то вот такую вот машину можно купить за три с половиной но гусечная техника она гораздо дороже и вот следующий танк который можем посмотреть а он стоит 12 миллионов и это еще не считается этих там головников других что-то 80 серьезная техника я такой водил короче он обошелся 12 миллионов в принципе за эти деньги вы можете купить вот такие вот тачки а можете танк и это по моему гораздо круче коробка тут полуавтомат мне как медведю в цирке поставили вторую передачу говорят шуруй снял с ручника и поехал блин крутая тачка 1700 лошадиных сил так слову а звук у него когда здесь двигатель от вертолета не 8 что ли по моему же танк с двигателем от вертолета это безумие просто конечно это танк не боевой то есть из него нельзя жахнуть и кого-нибудь разбомбить дело в том что когда там попадает в гражданские руки его естественно демилитаризуют у него охолачивают ствол то есть делаю так чтоб ствол не мог стрелять боевыми патронами и здесь вот варивают специальную тонкую броню чтобы мехвод был не защищен потому что если вдруг ты обкуришься своим да и поедешь в город мочить всех чтоб тебя могли пиу-пиу сделать слушайте пацаны я посчитал сколько стоит заправить этот танк только заправить 44 тысячи рублей он заправляется керосином авиационного ну как вертолет надо на авиационном керосине ты дешевле ездить чем на бензине но проблема только в том что для того чтобы запустить этот двигатель и выйти на холостой ход требуется от 40 до 50 литров горючего и от 40 до 50 человек и от 40 до до 100 минут это по крайней мере накладно поскольку это довольно дороговато нам сказали вот реально вот использовать эту машину просто единовременно и цена наших расходов нагрызли повысится еще в два раза если мы просто его запустим то у нас есть альтернатива стоящие буквально на соседнем парковочном местечке вот посмотрите вот на тот танк подойдет он или вот эта крошка давай давай посмотрим мне нравится этот парень хотя звучит это так себе честно говоря кстати если помнишь у нас в системе охлаждения работает тройник сантехнический сломано все что только может сломаться от двигателя до коробки но кое-что в этой тачке нам удалось спасти вложили в нее мы три ее стоимости но честно говоря если твоя тачка начала ржаветь что спасти ее будет трудно или невозможно если вы не хотите чтобы с вашей любимой тачкой однажды случилось то же самое из-за влаги реагентов и прочих сезонных прелестей российских дорог то задуматься об антикоррозийной защите своего кузова нужно заранее а защищать свой кузов нужно у тех кто разбирается в этом лучше всего у компании crown здесь работают настоящие профессионалы а антикоррозийная обработка всего кузова займет лишь два с половиной часа перед обработкой машину снизу тщательно моют специальным составом антисоль для обработки используется уникальное средство crown t40 она прозрачная и нетоксичная это важно при эксплуатации еще crown t40 вытесняет влагу останавливает коррозию уже на химическом уровне смазывает замки устраняет скрипы и защищает электрические соединения предохраняет от закисания резьбы в подвеске защищает тормозные и топливные трубки хотите продлить жизнь своей машины переходите по ссылке в описании на сайт crown там есть вся информация о ценах и удобная форма для записи на прием и помните болезнь нужно предотвращать профилактикой а не лечением ее крайней стадии ну а наша бмв отправляется туда где ей самое место это 62 не 80 не т-34 кстати ребята которые здесь собирают эти танки они хотят т-34 купить обожаю его можно использовать и будет дешевле гораздо потому что здесь стоит дизель в 12 там 600 почти лошадиных сил но геморроя гораздо меньше вот сел и поехал что называется в принципе эта тачка может ехать до 50 километров в час по шоссе правда расходовать она будет где-то от 120 до 300 литров но нам далеко не надо ехать боевой поход этой машины сравним с ввп допустим какой-нибудь румынии возможно его боевой вес или как правильно называется масса танка я так понимаю в районе 40 тонн что нам подходит для наших целей до грызли у него довольно большой клиренс он может нормально все заскочить туда не получится что он ее как бы пнет и она отскочит а мы на передачу поставим ну это конечно может он упрется в нее и заглохнет скорее всего слушай вообще нам немножко рассказывали про него эта машина из нижнего выкуплена соответственно с государственных аукционов где в принципе каждый желающий не каждый желающий может такую тачку себе купить но эксплуатировать танк очень как бы сложно потому что это капризные штуки они созданы для того чтобы там 15 минут в бою быть до выполнить задачу взорваться красиво поэтому сюда нужно 200 литров охлаждайки зимой здесь главный фрикцион каждые полгода меняется его нужно искать где-нибудь на каких-нибудь я не знаю где на сайтах объявлений фрикционов на блошинах рынках мне кажется каких-то танковых какой буратинка ребят танк это вообще нифига не весело если у вас есть но посмотрите разве эти два автомобиля не созданы для друг для друга они встретились это как минимум не обращайте внимания идет стрельба а чё так тоже можно было заканчиваю как-то я даже не осознавал что мы делаем да ей конец я только что включал габариты они работают вы когда не давили машину своей жизни я только взрывал после того как взорвал я на танк переехал его а вот наверное не было но он уже горел чик и все да не было так трагично как сейчас я вот всегда думал что задача моя их всех восстановить полюбить а тут получается наоборот ну хочешь восстановить нет а потом раздавим могли бы ведь подписчику отдать ну да чтобы он отписался навсегда потом не карлок чтобы его прочитать потом расследование тубе вы вышло бы как приют тачка меня кинула с машиной не работает вся подсветка в салоне они работают тормоза ну что критично вот знаете чего похороны сегодня происходит на самом деле не этой машины а денег которые мы продолжаем вкладывать в этот чертово чудовище потому что даже похоронить ее стоит денег попробует на танке покатайся ведь просто это тебе не я даже к шапку снимать не буду дождь идет кстати примет хорошее ну что ж ребята не верю своим глазам сейчас кажется ей что-то естественно говорят мне просто страшно что сейчас будет если вы все готовы если вы все что по в а в в Господи, она вся уничтожена! Ну что, следующую крошку проедем. Ребят, на самом деле, это было очень экстремально, потому что меня ударило люком на этих перегрузках со всей силы. Плюс можно было сковырнуться с этого сиденья. В остальном, это был как большой лежачий полицейский. Ну просто вот такой вот крузак немножко заехал на какой-то лежачий. Так, давайте подумаем, что можно продать. Вот как минимум зеркальце в неплохом состоянии. Ну вот там еще где-то в поле я нашел кусок стойки. Теперь дырка в крыле не так уж и выглядит. И заметно. Кстати, да. Вот это? Да. Блин. Первый удар вот сюда пришелся, я так понимаю. Ну да, говорили, что... А, вот он, да, удар как раз был. Кошмар. Смотри, как танк размолотило, ух ты! Смотри, вот здесь даже кусочек БМВ на болту застыл. Серьезно? А вот это? Смотри. А здесь вот ее фонарь, смотри. Блин. Танк, конечно, на списание. О, пацаны, и здесь краска, смотрите. Здесь, на танке съехал? Она просто здесь приютилась. Он ее видно, как дал ей, и она такая... Паууу! И все. Капот! Ребята! Ребят открылся! Ребят открылся! Тут только шланг сорвало. Ну катушка на месте, свечи все, крышка клапанная не пострадала. Только чище стало Вот разнесло Так вот почему она перегревалась Ребят Ну тут какие-то сопли Вместо антифриза У нее фара проржавела изнутри Ты можешь себе представить Это единственное, что тебя сейчас смущает Фара проржавела изнутри Давай закрывай Мои любимые ноздри впалые И вот этот значок, который мы должны взять себе В музей полечудес А у них не было ли подушек безопасности? Подушек? Я слышал, что они не стреляют Когда их в танки приезжают Почему-то такой датчика нет Не, Сень, дверь заживала туда намертво Это как? Не надо, порежешься Она туда заживалась Хорошо, что я спустил задние колеса А еще очень обидно, что вы не посмотрели серию Где эта Бэха Соревновалась с самой дорогой Бэхой в России Вот здесь будет После этого просмотра Посмотрите этот ролик, потому что его очень мало кто видел Прошло некоторое время, и она начала дымить Сейчас Артем чинит Проводка на гудке, она замкнула на массу Заряд на аккумуляторе еще есть, поэтому все С этой тачкой что-то не так Да, 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 да Здесь вообще как бы армейские активности разные проходят Приезжают иностранцы наши Здесь проходит посвящение в танкисты Вот китайцы здесь стреляют С каких-то крупнокалиберных пулеметов Здесь можно арендовать танк и так далее Вот это место, переходите по ссылке в описании Приехали даже китайцы с машиной На которой по-китайски что-то написано с Россией связанное Я надеюсь, хорошее что-то, потому что они Застреляют там, к чему они готовятся Я не понимаю, но посмотри Здесь фарков, да, Лех? Здесь L Буква, значит здесь удлиненный задний ряд Смотри, она дропнута, то есть это явно от того Сколько весит сзади вот это все барахло У нее воздухозаборник на капоте Блин, чего здесь только не встретишь Вот реально китайцы приехали в Россию Последять из автомата На уникальном Hyundai, которого поддельный воздухозаборник Ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях Понравился ли вам проект Дешево-сердитый или не понравился Потому что некоторые серии у нас зашли, а некоторые нет Брать ли нам Mercedes Потому что следом после этого автомобиля мы хотели купить Mercedes Пишите, будем читать ваше мнение Пока, спасибо, что смотрели Подписывайтесь, у нас еще много на канале крутых видео Переходите Не забудьте посмотреть вот это и вот это Пока Пока